Есть такой канал под названием Mixel. На нём выходят видео по CS GO и другим играм. Рекомендую зайти и заценить. Ссылка в описании. Привет, сталкеры, с вами Флодар. Настало время подводить итоги нового голосования в нашей группе ВКонтакте, ссылка на которую, кстати, есть в описании. На этот раз вы избирали топ-5 хардкорных модов, и это голосование, пожалуй, было самым крупным по сравнению с остальными. Опа, Сидорович, а ты что здесь забыл? Ты бы ещё консервных банок насобирал. У меня есть идеальное предложение, давай их насобирает мои подписчики. Вот так бы всегда. Вот. Значит так, подписчики, Сидорович требует консервных банок. Предлагаю поступить следующим образом. Ты сейчас ставишь лайк, мы его кидаем в аномалию и получаем консервную банку. Сидорович будет доволен. Ну а мы начинаем. Пятое место. Объединённый пак 2. 173 голоса. Платформа Тень Чернобыля. Продолжение глобального мода на Сталкер Тень Чернобыля. Всё самое интересное и лучшее в одном флаконе. Народная солянка. ООП. ОП-1. Шахматист. И всё это лишь в одном моде. Тонны нового оружия, предметов, квестов, NPC, локаций и многое другое. Новых заданий более чем в полтора раза больше, чем в Тенях Чернобыля, плюс Народной солянки, плюс ВОП-1 вместе взятых. Многие квесты новые, уникальные, не имеющие аналогов. Высокая сложность и хардкор на протяжении всей игры. По-настоящему глобальный мод, затрагивающий абсолютно все аспекты выживания в зоне. Совершенно другой геймплей. Объединённый пак 2. Это другая игра. Это другая, ещё неизвестная зона. 4 место. Жесть. 204 голоса. Платформа Тень Чернобыля. Жесть. Это захватывающая модификация на сталкер Тени Чернобыля. К которой не останутся равнодушными все фанаты сталкера. В этом моде появилось огромное количество нововведений, целиком и полностью улучшающих игру. Здесь вы встретите и новых монстров, и оружия, и аномалии. Многие новинки в игре вас просто удивят. Проделана работа над восстановлением вырезанных мутантов и эффектов при ранении главного персонажа. Подправлен баланс. Теперь NPC точнее, а мутантов убивать сложнее. Помимо этого, изменены характеристики стволов. Добавлена возможность чинить и улучшать оружие, что встретишь далеко не в каждом моде на Тенях Чернобыля. Сняты ограничения, накладываемые системой гулагов. То есть, сталкеры теперь свободно передвигаются из уровня в уровень. Также был подправлен АЛАЙФ. Урезаны медикаменты, теперь бинт лишь восстанавливает кровотечение, а антирад вызывает голод. Увеличены цены у торговцев. А сейчас я расскажу вам о новинке в этом моде, которая мне очень понравилась. Если у сталкеров есть аптечка, то они могут либо лечить себя, либо лечить своих товарищей. Также, допустим, если в деревне новичков будет труп, то сталкеры его отнесут в место, где он будет не так заметен. Теперь, если вы продадите какой-нибудь бронежилет сталкеру, и он ему понравится, то он его может одеть. Но одевает он его только лишь тогда, когда главный герой этого не видит. Я думаю, это связано с тем, что просто у этого действия нет никакой анимации. Помимо всего этого, введена система апгрейда брони. То есть, теперь сталкеры развиваются. Вполне возможно, что в начале игры новички в деревне будут в обычных куртках. А когда вы вернётесь с Тёмной долины, то некоторые новички обзаведутся комбинезоном Заря или даже Севой. Возможность вступления в долг или в свободу. Огромное количество нового оружия. Брони, вещей, трансмутации артефактов. Выбросы и пси-штормы. Обновлённый спавн монстров и сталкеров. Увеличенное количество уникального оружия. Это и многое другое ждёт вас в моде «Жесть». Субтитры создавал DimaTorzok Третье место. Call of Misery. 298 голосов. Платформа «Зов Припяти». Call of Misery – это модификация, которая состоит из двух других. А именно, Мизери и Call of Chernobyl. Возможности Зова Чернобыля принесли этой модификации свою популярность. Ведь если в Мизери мы были заперты в трёх локациях и следовали по сюжету, то здесь полная свобода действий. А с возможностями Мизери, эта модификация стала одной из любимых среди сталкерского комьюнити. Конечно, Call of Chernobyl переплюнуть не удалось. Но, тем не менее. Мрачная серая графика, которая придаёт атмосферу вечно пасмурной зоны. Огромное количество оружия, заданий, вещей, геймплейных возможностей и плюс возможности Call of Chernobyl. Это то, что подкупает игроков в этот мод. Но у этого мода также есть и свои недоброжелатели. Ведь далеко не всем придётся по душе хардкор в стиле Мизери. Кто-то даже это не считает как таковым хардкором. А кто-то вообще не любит хардкор. Будьте уверены, в комментариях под этим видео вы точно наткнётесь на какую-нибудь войну. Ведь везде есть недовольные. Ну а мы идём дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Второе место. Мизери. 320 голосов. Платформа Зов Припяти. Мизери это хардкорная модификация, которая изменяет все аспекты выживания в зоне. Но не затрагивает сюжета Зова Припяти. Как-то описывать мод смысла нет. Ведь это то же самое, что и Call of Misery, но только в рамках стандартного Зова Припяти. Однако стоит отметить, что графика здесь будет поприятней. Связано это с тем, что графическая часть Call of Misery перенесена не до конца. И да, прежде чем называть Call of Misery лучшим модом, вспомните о том, кто породил этот мод. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и перед тем, как огласить первое место, я хочу упомянуть модификации, которые тоже принимали участие в вопросе, но не смогли набрать нужное количество голосов и выйти в топ. Субтитры создавал DimaTorzok Первое место. NLC7 Я Меченый 730 голосов Платформа Тень Чернобыля NLC7 – это продолжение одного из самых хардкорных и оригинальных модов за всё время – NLC6. Авторы показали зону по-настоящему опасным местом, где каждый шаг может стать последним. Здесь проработано всё до мелочей. Тонны нового оружия, заданий, вещей, геймплейных возможностей и нововведений и многое другое. Чтобы выжить в такой зоне отчуждения, от вас требуется внимательность и сталкерская смекалка, так как, напомню, любой шаг может стать последним. Теперь, когда вы берёте задание, то помимо вас его могут получить и ещё кто-нибудь из сталкеров. Иными словами, у вас появляются конкуренты, и кто первее выполнит задание, тот и получит награду. Артефакты будут работать лишь при наличии заряженного аккумулятора. Ещё в игре можно встретить зашифрованные ПДА сталкеров. Расшифровать их можно как самим, тыкая случайно кнопки, так и при помощи различных средств и техников. Если вам удастся расшифровать один из таких ПДА, то вы получите все данные, которые в нём хранились, а именно, различные явления зоны и координаты тайников. Скорость вашего бега теперь зависит от общей усталости. Помимо всего этого, добавлены новые локации. Куда же без возможности собирать трофеи с мутантов? Но наряду с этим, еда и части тел мутантов обрели свойства портиться. Кардинально был изменён инвентарь, который получил огромное количество новых слотов. В игре присутствует продолжительный сюжет, так что перед игрой в этот мод задумайтесь, а не удалите ли вы его при первых 10 минутах игры, и хватит ли у вас терпения на беготню и огромный сюжет. Ну а на этом всё. Если тебе, дорогой друг, понравилось это видео, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк, если ещё не подписан. Также вступай в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Спасибо за просмотр и удачной охоты, сталкеры! Субтитры сделал DimaTorzok